Видители и подписчики моего канала Сегодня рассказываю о новой моей разработке Это люк в бассейн Вообще, мой канал посвящен, конечно, больше воротам Но это тоже ворота Тоже есть дверка, створка, рама То есть разницы особой нет Как всегда была создана модель Вот так это выглядит люк С плиткой Открываю его Вот эта моделька Тут все детали Звучки для открытия Сейчас покажу далее Амортизаторы Сейчас об устройстве расскажу отдельно Ну, прошел дождик К сожалению, у нас такое дождливое лето Поэтому, ну, поскольку это люк для бассейна То вода ему не страшна И покажу, кстати Для чего он, как сделан Особенность этого люка в том, что он собран Опять же, на одной раме Несущей Он разборный Вот там вот петли Которые можно открутить Он герметичный Его можно ставить на улице Можно ставить Внутри помещения Возле бассейна То есть это для обслуживания Оборудования Которое установлено Внизу Значит, смотрите Размер его метр На метр Закрываю Вот такой В канализацию Это уже как вам удобно Высота Вот здесь 80 миллиметров И сверху становится плитка Плитка Будет Тут из расчета сделана С клеем Где-то до 12 миллиметров Вот у меня квадратик Десяточка Если мы его так поставим То есть вот так вот он будет стоять Здесь щелки Везде будет по 5 миллиметров Вот так вот И плитка, соответственно, вот здесь вот так становится Плитку рекомендую клеить на пену Как показала практика У меня вот более 10 лет уже люки сделаны Плитка держится на пене Никаких проблем Она эластичная То есть на случай Если она сыграет где-то люк, крышка Плитка не треснет Не отклеится Так Значит, смотрите Не делаю Когда-то тоже делал люки По первости Которые у меня были у меня установлены дома И делал с замком И с этим замком постоянно Лажа Потому что его нема-нема и приклинивает А чтобы его потом открыть, этот люк Тут придется резать Бить эту плитку Поэтому пришел к выводу Что делать это абсолютно бесполезно Лучше делать это все на амортизаторах Амортизаторы закрывают люк И амортизаторы его же открывают Значит, смотрите Вот тут вот сделана ручечка Поднял за ручку Потянул Она открылась Стоят амортизаторы По 400 ньютон И автомобильный уплотнитель С-под капота Вот так он становится Внутри, как видите Идет вот эта рама Как бы несущая И внутри него рама Уже самого люка Если даже сюда попадает вода Она вот так по желобку стекает И вытекает Вот туда в отверстие Дальше Видите То есть вот показываю Где моя была Плитка Толщина Вот она вот так вот встанет Видите Сюда она не достает до низа И когда я начну его Закрывать Вот видите Сейчас покажу этот момент Вот плитка Видите И она вот так спокойненько Себе идет Так Вот эта ручка Вот так она устроена Вот так упирается То есть так она прячется В щель Подцепили И мы ее вынули Вот такой лючок Водозащищенный То есть его можно ставить И на улице Можно ставить Возле бассейна В помещении И проблем никаких нет Так Теперь Закрою То же самое Закрывание происходит Удерживаем за ручку Но сейчас нету веса плитки Поэтому приходится Чуть нажать Вот И дальше Вот таким образом Раз И все Вот у меня имитация веса плитки Баклажка Десяти килограммовая И вот она его прижмет Вот так Все Заказывайте Такие люки Очень удобны Для открывания То же самое Еще раз Вот поднял За ручку Потянул Она открылась Люки в пол Вот допустим У меня такой Делался очень давно Еще в 2000 Покрыт плиткой Как видите Сделаны так называемые Скрытые петли Но вот Их недостаток Всегда Это будет Вот эта щель В месте установки петель Вот От нее избавиться При такой системе петель Очень тяжело Значит Открываю Показываю Видите Я нажал Вот таким Ключом Для замков Это уже третий замок Который поменял Но этот уже работает Стабильно Без проблем Значит Ляда фиксируется Замком При разблокировании Она видите Подалась вверх За счет того Что За счет того Что вот тут Устроена пружина Которая подталкивает Крышку вверх Сделана На амортизаторах Как видите И еще я внизу Присобачивал Такой Противовес Это последнее время Сделано было Для того Чтобы в тот момент Когда Вот видите Если я просто потянул Вот и отпустил Амортизаторы Срабатывают четко А вот Именно Начальный момент Когда Внизу Находится Крышка Вот здесь Приходится Тянуть полностью Своей рукой И вот В помощь Был приварен Вот этот Противовес Потому что Детям Иногда было Мало Тяжело Потянуть Ну вообще Так оно работает Легче Ну и без него Тоже Прекрасно Это уже чисто Моя такая Замота По поводу Замка Значит Третий замок Как я вам сказал Сделан был уже Вот с таким ключиком Вот так он Работает И вот здесь Вот единственное Было Ригеля Вот эти Срезанные Под углом Чтобы они могли Захлопываться Как видите Раньше стоял Обыкновенный Межкомнатный Замочек Вот тут Вот И он служил Где-то год Полтора И выходил из строя Постоянно Я задолбался Его менять Вот тут Вставлялась Ручка Дверная И вот так Поворачивалась Чтобы открыть Они очень слабенькие Никуда не годятся Поэтому если хотите Ставить замок Ставьте что-то Понадежнее Либо вообще Без замка Вот последние Ляду мы делали Именно так То есть Использовал Принцип Как у меня В Z-системе В воротах Когда Амортизатор Пружина Служит для Открывания И запирания Двери То есть Когда мы Начинаем Его закрывать Видите Что происходит Амортизатор Закрывается И вот Когда будет Полностью закрытый Вот этот Угол Он будет Как бы Вот так Направлена Сила его Вот сюда То есть Он будет Запирать Дверку Остается Так ее Чуть потянуть И она Откроется Для того Чтобы потянуть Будет специально Вот здесь Вот встроена Ручечка Сейчас я покажу На другом видео Как это было Реализовано А так В принципе Ничего сложного Единственное Что Опять же На новых Люках Мы не делали Уже вот эти Скрытые петли Так называемые Они неудобные И плюс Вот эта проблема С герметизацией Тут По периметру Вот оно Тут все равно Где-то Поддувает Поэтому Было сделано По-другому Плитка Как видите Здесь Приклеена На пену Монтажную Вот тут видно Я всегда Так делаю Пена Очень крепко Держится Не Позволяет Плитке Ну Скажем так Она Эластичная Правильно Вот этот шов И даже Резко Вот кидал Эту Крышку Отказывали Амортизаторы Ничего не происходит Плитка держится Ходим по ней Ничего здесь нет Разбита Здесь она потому Что я Вынимал Заклинивший Замок Ушлось разбить Эту плиточку Таким образом Добраться до замка Вот А так в принципе Все рабочее Остается только Поступить на мой И люк зафиксирован Все Спасибо За просмотр Ставьте лайки Подписывайтесь на мой канал Будет еще много интересного Пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok